Восвятая служба информации телерадиокомпании Гомель в студии працу Александр Гамоля Глядится в этом выпуске Братьба за депутатский мандат в регионе в якости кандидатов зарегистрирована больше, чем 4 тысячи человек Бизнес-климат теплее Новации новых законодавших актов сегодня растумачили специалисты податковой службы 60 метров над землей Первая в Беларуси поветранная лэп на повышенных опорах побудована в Калинковицком районе Морозы солнца Гомельских водителей у морозы отогревали горячим чаем А сейчас об этом и иншим больше подробно В Беларуси сформированы кончатковый список зарегистрированных кандидатов у депутатов местных советов По даденных центровыборкам их больше, чем 22 тысячи 200 человек Как поведомили у областной выборчей комиссии, в нашем регионе в якости кандидатов зарегистрированы 4 тысячи 34 человеки Больше, чем половы из их женщины 10 и 15 человек молодейшие за 30 годов На место у областном совете в среднем претендуют 2,5 человеки Безальтернативными будут 3 округи або 5% от их агульных алику Конкурс у районные и сельские советы складая 1,1 человека на место Темчасом в Светлогорском районе кандидаты у депутатов местных советов Почали открытие специальных выборчих рахунков и проведение агитационной кампании За депутатские мандаты тут вы решили позмогаться около 150 человек С ходом выборчей кампании ознайомились наши корреспонденты 159 кандидатов на 132 мандаты в советах Розного Узровня Минавито так выглядая статистика выборчей кампании в Светлогорском районе Найбольшая колькость претендентов на месте у сельских советах Криху больше, чем 100 человек При этом полову кандидатов тут складают женщины, значная частка яких – наставники По выборах у районных совет ситуация Криху иншая 46 претендентов, женщин только 16 Одна из которых заявляется громадянкой России Дарайше только в шести округах выборы у райсовет будут альтернативными Практично кожный шосьвертый зарегистрованных представник промысловый транспортный тип удалничий сфер Есть навод один студент Кожный другий кандидат был депутатом районного совета по переднего скликанья Самая значная конкуренция – областный совет Тут без альтернативных округ нема Завершен процесс регистрации кандидатов в депутаты В настоящее время они регистрируют своих финансовых представителей А также регистрируют доверенных лиц для того, чтобы начать агитационную работу Соответственно, открывают избирательные счета для того, чтобы их пополнить Можно было выпустить наглядную продукцию Сгодно за пошними дадинами специальные выборчие рахунки Для проведения агитационной кампании У Светлогорским району уже открыли 26 кандидатов Что тыжится доверенных особ То первоважная большесть претендентов Региструет их максимальную колькость – 5 человек Теперь эти люди могут проводить агитацию за своих кандидатов 80% выборщиков у Светлогорском районе проживая у райцентры На участку номер 4, размещанном у Центра культуры Для них створили куток выборщика с усею необходной информацией А прожатого тут пачали оформлять покой, где с 13 лютого Почнется детерминовое голосование Покой обрали больше просторный, как зручно было усим И выборщикам, и членам комиссии, и наглядальникам На этом участку у Вогули живут сучасным, але не забываются о будущем Во уселяким выпадку уже зараз тут распрасовывается программа на 18 лютого Основный день выбора у Мясовая Советы Усё ж таки, кажуть, участок размещанный во установе культуры А тому и программа повинна быть ответной Мы же всегда от выборов в выбор анализируем, как привлечь наших избирателей И пришли к тому, что вот на нашем участке два концерта Первый концерт у нас детский концерт, детских коллективов Где приходят бабушки, мамы, папы, приводят и своих участников И также имеют возможность наши избиратели прийти с внуками, прийти всей семьей Мы организуем два часа концерт Концерт это тоже более такой разноплановый для молодежи Эстрадный концерт с популярных хитов и мелодий Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель» со Светлогорска Больше поветра у бизнес-просторы Новые нормативные акты дозволят продпринимальникам легче вести бизнес А не которыми видами бизнесу зараз можно будет займаться, навод нерегиструющий ИП Про это и иншие новации СМИ «Гомельщины» распавяли на сегодняшней пресс-конференции податковой службы Вся род журналистов были и мои коллеги У конца минулого года керавник державы подписал целый пакет документов Их головная мета разневоления деловой инициативы Некоторые нового ведения уступили усилу в минулом ходе Остальные начнут денежать с початку этого Ключевый документ – декрет номер 7 об развитии предпринимательства Дякую чему повышение податков не будет аж до 2020 года Так само он дает свободу у ведений некоторых видов бизнесу Свою лепту у это унес и новый указ номер 337 Дякую чему, в конце 2017-го поширился спис видов деятельности Якими можно займаться, не региструювши ИП В документе 12 новых пунктов И навод не глядя на то, что указ уступил усилу только пару месяцев тому Эффект бачен уже сегодня Если говорить о новых видах деятельности, которые предусмотрены 337 указом То только за два месяца 286 человек осуществляют эту деятельность И наиболее востребованные оказались парикмахерские услуги Изготовление хлебобулочных изделий и их реализация на торговых местах И на установленных местах и ремонт часов и обуви Не открываючи ИП, теперь так само можно сбирать и перетягивать меблю Робить ремонт, шить вопротку, створать веб-сайты Робить маникюр, придумывать дизайн-проекты И те, кто ранее робил стрижки або пёк булки, як ИП Дякуючи этому указу, могут зменить статус предпринимательника На статус звычайной физичной особы А значит, им не потребуется кассовый аппарат И не требует открывать развлеку в рахунок Правда, есть и обмежование Займаться таким предпринимательством, не региструющий его Можно только не наймаючи додатковых супрацовников Вести справу целком самостойно А вот 364-й указ уступил усилу амаль два тыдни тому И он поширил спис вида урамесной деянности Однако и тут самой головной умовой застаётся самостойность Документ дал больше макчимостю урамесникам развиваться Теперь они могут продавать свои выработки там же, где их створают Рекламовать в интернете и просылать по почте А кроме того, могут научать трех учеников По-иншему, теперь будут и проверать и пышников Плановых проверок больше не будет А подстав для позаплановых стало меньше Рабить это будут не частей, чем разу три годы А на воспитченных предпринимателях у первые два годы працы Турбовать проверками изусим не будут При этом податковая служба подкресливая Проведение некольких позаплановых проверок Усё ж макчимо, але только у выключенных выпадках Кали говорка идёт про видовочные факты порушения закона Воголю податковой службы стало меньше сфер контролю С 1 января 2018 года налоговые органы уже не будут контролировать Вопросы лицензирования отдельных видов деятельности Не будет осуществлять контроль ведения кассовых операций Сферы валютного контроля и соблюдения Субъектами законодательства о книге замечаний и предложений Вот эти вопросы из сферы контроля налоговых органов ушли И они остаются в сфере контроля других контролирующих органов С этого часа деятельность контролирующих органов будет больше накерованная на профилактику И попереджение порушений Эта измена уже тема логобизнесу принёс 367 указ И он принятый, как минимизовать умешание контролирующих органов У господарчую деятельность предпринимательников С уликом всех этих нововведений Введение у смены теперь шикают и податковый кодекс Беларуси Главой государства поручено создать межведомственную группу по разработке налогового кодекса Прописаны основные принципы Это стабильность, понятность, простота и так далее На основании этих принципов будет разработан кодекс Который будет действовать с 1 января 2019 года Теперь на Чарзе вели зарная тлумачальная праца Податковой службе треба донести до населенства сутность усих новых документов С этой мытой уже проходят встречи со студентами опушных курсов ВНУ Якие в будущем плануют пополнить широкие бизнесменов Лекции, круглые столы, консультации и навод ток-шоу Про новые нормы расповедаются на предприемствах и на бирже беспрационных Для тех, кто замест пошуку прационного места Шукает способ створить его для себя самостоинно Ганна Ковалева, Александр Харлампо, Телерадио, компания Гумель Первая у Беларуси поветранная линия электропередач на повышенных опорах Уведена у эксплуатацию филиалом Мазырские электричные сетки Как выглядая линия и чему служить, доведались наши мазырские коллеги Мазырские электросетки узяли новую вышиню Предприемством уведена у эксплуатацию Первая у Беларуси поветранная линия 110 кВт на повышенных опорах Яна побудована у Калинковицким районе С пагор кабачные червоно-белые конструкции Их вышиня 61 метр Для параунания стойки старого узора досягают усяго 19 метров Поднявши так высоко над землей высоковольтные линии удалось оповысить их надейность Обслуживание их упрощено за счет того, что требуется меньше опросика Потому что для стандартной линии делаем на высоту падающего дерева Значит, здесь линия у нас в провисе наименьший провис провода 47 метров Значит, высота лесного массива меньше Стало быть, отключение линии от воздействия падающих деревьев При каких-то неблагопорядных погодных явлениях исключено Будовництво линии с назвой Калинковичи-Дрозды вялося о мальгод Ее пролеглость больше як 20 километров А головное призначение – другое селкование подстанции Дрозды Дарычи, гэта электроподстанция так само была уведена у эксплуатацию у Снежни минулого года Новые объекты различены на перспективу На полную загрузку подстанция не вышла Она будет подгружаться в течение многих лет Ну и, собственно, она же дает второе питание То есть обеспечивает категорию электроснабжения в северо-западной части города Мозыр Мозыране будут первыми выпробовать новое обсталявание Поколь плюсы видовочные Просики потребные минимальные Пошкоджения от упавших дерева выключены Отсель надеянность электрозабеспечения Первый год эксплуатации станет для обсталявания проверкой на тревалость Лидия Поттер, Юрий Горобец, телеканал Мозыр Специально для телерадио компании Гомель Больше за 20 тысяч рублей в темлику и в судовом парадку Спагна на знаймальников на корысть работников В Гомельском областном объединении профсоюза Подвяли выники работы правовой инспекции прасы в 2017 году Оборона працовных и социально-экономичных правов Членов профсоюза – головная задача Означаются працовники инспекции Специалисты допомагают людям вернуть незаконно утриманные Те недоплаченные наймальниками гроши Яши один важный аспект – звороты грамадян В 2016 году от жихара у региона Поступило 100 пытаня у электронным тип письмовым выгляде Гэта на полову больше, чем было у 2015 Такий рост связывает с повеличением доверия сбоку грамадян Я считаю, что именно слаженная работа правовой инспекции труда И Гомельского областного объединения профсоюзов И отраслевых профсоюзов Она вызывает доверие со стороны граждан Также мы наблюдаем тенденции Что сначала граждане обращаются к нам за телефонной консультацией Которой в областном объединении таких консультаций было дано за год более 500 А затем поступает письменное либо электронное обращение от гражданина То есть граждане хотят свою позицию подкрепить знаниям нормативных документов Про досягнение белорусской иисусветной навуки пойдет размова завтра у программе «Дайалог» Гостем студии станет советник Национальной академии навук Беларуси Юрий Плескачевский Глядите «Дайалог» у правым эфиры на телеканале «Беларусь 4» 24 студеня у 19.20 хвилин Номер телефона у студии 34-00-43 Пытания можно накеровать так само у Viber Долучайтесь Областный этап республиканского молодежного конкурса «Стоидей для Беларуси» Пройдет завтра у Гомеле Удельники – представники навуковой, студентской и працованной молоди На областном этапе будет представлено больше 20 проектов, которые перемогли на районных этапах Они в приватности накереваны на повышение энергоэффективности систем городского водозабеспечения Развитие волонтерского руха, заявление нового медицинского обстановления и шматинчего У якости экспертов запрошены представники Гомельского обл. ВКНКАМа, Центрального комитета БРСМ, Гомельского технопарка По выводниках презентации они оберутся лучшие инициативы по номинациях конкурса С надыходом морозов в регионе стартовала суместная профилактичная акция Беларусского товариства «Червоного крыжа» и областного управления Державтоинспекции Сегодня инспекторы разом с волонтерами отправились на Черниговскую шашу Кап нагадать водителям про небезпеку зимового надворья, пероохладжение организма и обморожение Тым, кто оказался у складанных умовах на дороге, пропоновали гараж и чай и каву Кожный водитель так само отримал информационные материалы по оказанию первой допомоги и правилах поводзинов у мороз Супрацовники ДАИ в свою чаргу нагадали про правила дорожного руха у морозы Особливо я не тыжаться у ладальников дизельного автотранспорта Мы сегодня выехали на автодорогу М10, патрулируем здесь, останавливаемся, делаем пункты обогрева Госавтоинспекция рекомендует в условиях тумана, гололеда, метели не совершать необдуманных действий Избегать резких торможений, соблюдать дистанцию до впереди бежущее транспортного средства Учитывать боковой интервал, а также учитывать скорость автомобиля И еще рекомендуем на такой мороз, если вы не уверены в технических характеристиках своего автомобиля, не выезжать По прогнозам синоптика, у ближайшие четыре дни морозное надворье заховается С дня дели почнется потепление Социальные сетки сегодня накрыло лавиной зимовых фотосдымков Утопия, заснеженные пейзажи, осярод подписов Мороз и солнце, день судовный, т.е. восисоправдная зима наступила Нава те, кто николе не любил морозную пару года, сегодня захоплялися малявничными пейзажами Сценаристом зимовой каски выступила сама мать природа Древы опранула у белые футры, будинки уприхожила снежными шапками Назирай и отрымливай асалоду До речи, науковые доследования доказывают, что морозное надворье мая свое пироваги Свежесть насть подерать, робить активными и подохвачивая додейня У зимового поветра утримливается на 30% больше кислорода, чем улетку Холод стимулюет иммунитет, обучая ховные силы организма в борьбе с микробами А так само тренирует нервовую систему Выпрацовывается гормон шастя серотонин, что допомогает смагаться со стрессом Холодное поветро сдольно оздоровить и сердечно-сосудистую систему У организма начинается узмоценное спальвание холестерину И нареште морозное поветро поляпшая колер твару и навод омолоджвая Далее у эфиры де-факто и спортивный огляд Я с вами развитваюся, усяго доброго и до встречи Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает программа де-факто в студии Алексей Немкевич Здравствуйте Забрал у девушки золотую цепочку и проглотил, чтобы избавиться от улики Таков итог романтического свидания в Гомеле Молодой человек оригинальным способом решил поправить свое материальное положение Пригласив к себе домой девушку, он сначала щедро угостил ее спиртным А затем отобрал золотую цепочку и крестик Госте отдало хозяину украшение под угрозой ножа Выбежав из квартиры, потерпевшая вызвала милицию Крестик правоохранители нашли А вот чтобы обнаружить цепочку, подозреваемого пришлось отправить на рентген В последующем, при помощи медицинских работников, эта цепочка с крестиком была изъята без хирургического вмешательства Санкция по статье 2762 предусматривает наказание в виде лишения свободы от 6 до 15 лет Погода за правое дело Светлогорские милиционеры нашли преступников по следам на снегу В деревне Паричи злоумышленники разбили окна семей автомобилей и украли все ценное имущество Милиционеры шли по следам налетчиков 15 километров Одного из подельников задержали в деревне Козловка, другого в Михайловке Курение в постели до добра не доводит В деревне Солоное Жлобинского района сотрудники МЧС в задымленном доме обнаружили погибшего мужчину При проведении разведки звеном газодымозащитной службы на полу у окна был обнаружен хозяин домовладения 1969 года рождения Мужчина был передан работникам скорой медицинской помощи, которые констатировали его смерть Причина пожара устанавливается одна из рассматриваемых версий неосторожное обращение с огнем при курении Проверку проводит следственно-оперативная группа К пяти районам Гомельской области, в которых наблюдались подтопления, добавился Мозырьский Накануне вода залила несколько подворий, кое-где она замерзла, обеспечив местным жителям прямо в огороде хороший каток Таков обзор происшествий к этому часу, оставайтесь с нами, я Алексей Немкевич, благодарю за внимание, до свидания На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта, в студии Максим Савин, здравствуйте Сегодня в чемпионате Беларуси по хоккею в экстралиге насыщена игровая программа Состоятся четыре матча, Динамо Молодечная дома играет с Олигорским шахтером, Химик в Новополоцке встречается с Лидой Хоккейному клубу Гомель предстоит испытание в лице лидера турнирной таблицы столичной юности Матч проходит на территории минчан, Жлобинский метауров в Гродно борется за зачетные баллы в поединке с местным неманом В Гомеле проходит республиканская спартакиада детско-юношеских спортивных школ по легкой атлетике Соревнуются юноши и девушки 2001-2002 годов рождения Всего участия в спартакиаде принимает 21 команда, по три от каждой области, а также города Минска Честь Гомельского региона защищают воспитанники областного центра Олимпийского резерва по легкой атлетике Гомельская из душор профсоюзов Соши, Ельской и Дю США Кстати, команда Годсора – один из фаворитов турнира Атлеты уже с первых стартов начали заявлять о себе, побеждая в различных дисциплинах Гомельчанка Ольга Грабцевич стала лучшей в толкании ядра у девушек Она отправила снаряд на 14 метров 18 сантиметров Результат далек от ее личного достижения, однако этого хватило для победы Чувствовался еще запас, конечно, но это не самое мое лучшее достижение У меня личник 15-57, сегодня не получилось его поблагодарить Завершится спартакиада детско-юношеских спортивных школ по легкой атлетике завтра В Гомеле состоялось открытое первенство области подзюдо В соревнованиях принимали участие около сотни спортсменов В командном зачете в состязаниях мужчин победили гомельчане На втором и третьем местах разместились, соответственно, спортсмены из Чечерска и Светлогорска В женской части турнира лучший результат показали девушки из Хойников На втором месте Чечерск, на третьем Речица Эти соревнования были отборочными на чемпионат Республики Беларусь Который с 25 по 27 января пройдет в Могилеве На этом пока все, с новостями спорта вас знакомил Максим Савин Оставайтесь на Беларусь 4 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин